Сложные погружения в холодную воду отрабатывают в эти дни сотрудники якутского поисково-спасательного отряда МЧС. Они потренировались в нахождении различных объектов на дне водоемов. За тренировкой наблюдал Виталий Абрамов. Такие тренировки якутские спасатели проводят независимо от времени года. В снаряжение водолаза-спасателя входит сухой гидрокостюм, ласты и груз, подобранный по весу водолаза для обеспечения нулевой плавучести. Компенсатор плавучести, воздушный баллон, маска, так называемая, ага. Здесь получается манометр, показывает давление в баллоне. В принципе все. Компенсатор, также жилет, получается, надувается, если надо при необходимости, ну как говорится, там, занять необходимую эту плавучесть. В ходе тренировок спасатели-подводники выполняют целый ряд специальных упражнений. В программу сбора включены такие занятия, как плавание на глубинах до 12 метров и подводное ориентирование. К тому же должны будут отработать различные методы поиска предметов на глубине. Работа якутских спасателей особенно тем, что им постоянно приходится сталкиваться с такой сложностью, как ограниченная видимость. Из-за мутной воды практически вся работа делается на ощупь. А это требует от водолазов высокого мастерства. Зимой у спасателей было не более 10 боевых выходов, поэтому некоторые могут попробовать воду только сейчас. А перед горячим весенне-летним периодом, когда приходится выезжать чуть ли не ежедневно, нужно быть во всей готовности. Относительно недавно, довольно молодой водолаз, поэтому мне только набираюсь опыта и совершенствую свои навыки. Подобное оттачивание профессиональных навыков спасатели проводят ежеквартально. Благодаря ему они остаются в отличной физической форме круглый год и готовы прийти на помощь в любой момент, вне зависимости от времени года. Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.